Всем привет, меня зовут Юлия Месс и в своих блогах я рассказываю о фото и соцсетях. И сегодня мы разбираем очень важную тему, это качество контента, качество ваших фото и видео. Мы пойдем по плану, который показался мне максимально логичным. Для начала мы разберем настройки вашей камеры телефона, настроим ее так, чтобы выжимать из нее максимум. Потом мы разберем настройки самих приложений, куда вы контент обычно выкладываете. И третий момент, который я хочу сегодня обсудить, это лайфхаки, некоторые обработки, которые помогают визуально повысить качество ваших фото или видео. Видео должно получиться довольно полным и подробным, но если все же останутся вопросы или какой-то фидбэк, то вы всегда можете написать его в комментариях. Не буду затягивать, давайте начинать. До того, как я начну разбирать вот эти три пункта, о которых я сказала чуть ранее, я скажу о двух важных моментах, которые напрямую влияют на качество картинки, но при этом они не связаны ни с настройками приложения, ни с настройками телефона, ни с обработкой фотографий. Это момент, о которых я уже, кстати, говорила вот в этом видео, про то, как снимать на камеру телефона. Первый момент. Не забывайте, пожалуйста, перед каждой съемкой, перед каждой фотографией видео протирать камеру телефона. Это такой очевидный момент, легкий, простой, но все о нем забывают, и если вы начнете это делать каждый раз, качество увеличится 100%. Второй момент, о котором важно помнить, это освещение в кадре. Чем больше у вас света в кадре, тем лучше качество вашей картинки. Протираем камеру, наложим освещение, и дальше переходим к настройкам, которые мы уже с вами можем отрегулировать. Итак, камера телефона. Как же мы ее настраиваем? Я буду разбирать на примере айфона, но те же самые настройки есть на любом другом устройстве. Смотрите на цифры, а не на название. Заходим в настройки, вбиваем слово камера, так будет проще всего найти то, что мне нужно. И начинаем по порядку. Форматы. Нас интересует высокоэффективный формат, оставляем его, он тут базово обычно включен, проверьте. Следующий момент, вот здесь мы остановимся чуть подольше, это пункт с записью видео. Тут есть один момент. Если мы залезем на официальные сайты приложений и почитаем рекомендованные настройки для съемки контента, для выкладывания контента, то мы увидим, что 4К запрашивают далеко не все приложения. Вот, например, скрин с официального сайта Instagram, и вы видите, что там нет ни слова о 4К. Нам довольно обтекаемо говорят о том, что приемлемое качество это 1080p и 30 кадров в секунду. Все еще мнение существует, что 4К все-таки дает лучшую картинку при выгрузке. Что я могу сказать по поводу этого вопроса? Конечно же, я тестила оба варианта, я снимала два одинаковых, идентичных видео при настройках 4К и 1080p, и выгружала это в ленту. Я скидывала его друзьям, мы устраивали голосование, какое видео лучшее, но многочисленные тесты не дали мне точного ответа, что 4К выигрывает по сравнению с 1080p. Возможно, вы сейчас ждали от меня какого-то однозначного момента по этим настройкам, но, к сожалению, нет. Нет, тесты были, но они не показали какого-то однозначного результата, поэтому я не могу вас вводить в заблуждение. Если что-то изменится и соцсеть официально подтвердит, что 4К поддерживается, я, конечно, дам об этом знать. Подытожу то, что я сказала ранее. Если у вас много места на телефоне, повышена тревожность, вы снимаете для важного проекта, снимайте в 4К 60 кадров в секунду. Это 100% вам изначально даст лучшую картинку. Плюс настройка с 4К и 60 кадров в секунду вам подойдет, если вы выгружаете в любое другое приложение помимо Instagram, потому что большинство других приложений поддерживают 4К. Выходим из этого раздела и открываем настройку, которая точно влияет на картинку. Это HDR, либо, как здесь у меня написано, Smart HDR. Дело в том, что эта настройка, она, по факту, она не портит качество картинки, но она делает некий эффект, который далеко не всем нравится. Что этот эффект из себя представляет? Возможно, вы видели листая ленту, вам попадалось видео, которое делает все пространство вокруг этого видео темным, а это видео как будто становится бьющим вам по глазам своей контрастностью и яркостью. Это и был эффект HDR. Да, вы, конечно, заметите это видео, не сможете мимо его пройти, но, скажем честно, не очень приятно, когда тебе начинает картинка, одна из тех, которые ты просматриваешь, резко бить в глаза. Поэтому, опять же, решать вам, но я на всех своих устройствах отключаю HDR, потому что мне не нравится этот эффект. Он, на мой взгляд, делает картинку менее смотрибельной. А смотрибельность картинки — это то, ради чего мы, собственно, и делаем контент. Если говорить о настройках iPhone, здесь есть еще два момента, которые я всегда регулирую. Это сетка, я ее всегда включаю. Если вы не знаете, для чего она нужна, то обязательно посмотрите вот это видео. Здесь я подробно рассказывала. И это идеальная функция для тех, кто хочет научиться фотографировать, или тех, кто только начинает фотографировать. Но у меня она, кстати, везде сейчас включена. Даже вот сейчас я снимаю видео, просто уже привычка с ней работать. И второй момент — это передняя камера зеркальна. Тут тоже такая вкусовщина. Дело в том, что чаще людям нравятся селфи уже отзеркаленные. И если вы включите настройку, есть вероятность, что вы себе больше будете нравиться на селфи. Попробуйте, не знаю, у меня это сработало. Напишите, пожалуйста, сработает ли это у вас, потому что у всех, кого я спрашивала, все больше себе нравились с зеркальным отображением. По сути, это все про настройки телефона, и давайте переходить к настройкам приложений. Здесь нам есть о чем поговорить. Как вы знаете или не знаете, если вы здесь впервые, я работаю со всеми актуальными, популярными соцсетями. И сейчас я пробегусь по всем соцсетям, чтобы вы знали, как настроить каждую из них. Три главные соцсети с фото-видеоконтентом. Сейчас это Инстаграм, ТикТок и ВК. Все они настраиваются примерно одинаково. Везде есть ползунок с повышением качества изображения. Если говорить про ВК, там есть одна кнопка, включается она один раз и остается навсегда. Поэтому зайдите, прямо сейчас сделайте, если пользуетесь этой соцсетью. В ТикТоке эта кнопка тоже включается один раз, и дальше она остается, в принципе, включенной настройкой. Включить ее можно при выкладке видео в ваш профиль. Если говорить об Инстаграм, то там тоже есть кнопка загрузка в более высоком качестве. Про нее, кстати, есть споры. Все-таки загрузка в высоком качестве контента, который вы выкладываете или который вы смотрите, там немножечко обтекаемо написано. Тем не менее, лучше включить, чтобы точно было лучше, чем было бы без нее. В Инстаграме тоже эта кнопка включается один раз и остается навсегда включенной. Поэтому советую здесь тоже этим не пренебрегать. Еще у нас есть Телеграм, соцсеть, которая выросла из мессенджера. В принципе, она до сих пор не является полноценной соцсетью. Про то, как сделать, чтобы Телеграм не сжимал качество и про другие секретные функции я рассказывала вот в этом видео. Поэтому, с вашего позволения, я оставлю просто вот здесь на него ссылку и не буду повторять то, о чем я уже рассказывала там. Переходим к следующему моменту. Лайфхаки в обработке, которые могут визуально повысить качество вашего фото или вашего видео. Нас интересуют три настройки, которые могут повлиять на картинку. Это резкость, насыщенность и точка черного, либо контрастность. Сейчас расскажу, в чем разница и как мы это все настраиваем. Про обработку я расскажу на примере видео, но в целом все те же настройки мы применяем и на фото. Нажимаем кнопку «Править». Я это делаю прямо в редакторе айфона. Это можно делать в любом другом приложении. Кстати, это видео у меня снято в 4К, 60 кадров в секунду. Я решила не экономить и делать все по максимуму. Она уже изначально хорошего качества, потому что здесь есть довольно много света и камера была протерта до съемки. Нажимаем «Править». Нас интересует первая настройка. Это регулировка контраста. Но контраста не в настройке «Контраст», а в настройке либо «Точка черного» мы можем чуть-чуть поднять, либо в настройке «Теней» мы их можем чуть-чуть опустить. Это дает нам более такую контрастную картинку, темные места становятся абсолютно без вот этой дымки. Потому что если мы на фотографию накладываем дымку, типа вот такого, ее качество сразу портится. На фотографию или на видео. Следующий момент – насыщенность. Следующая настройка – настройка насыщенности. Мы ее можем немного поднять для того, чтобы наши цвета стали более явными. В данном случае трава. Если я ее выкручу слишком сильно, то картинка получится ужасная. Так делать не надо. Я делаю настройку в районе 9, иногда там до 15 допустимо. Смотрите по фотографии. Ну, здесь, мне кажется, весьма приемлемо 9. Смотрим до, после. Она стала более такой, ну, контрастной, да. Следующая настройка – это резкость. Вот здесь мы можем прямо играться. Кстати, даже если до 100 поднимете, то сильно плохо-то не будет. Я советую резкость выставлять примерно до 30. Опять же, в зависимости от кадра, от видео. Давайте попробуем максимально 30 поставить и посмотреть, что у нас получилось. Ну, да. Не скажу, что мне такое нравится сильно. Я все-таки обычно обесцвечиваю фотографии. Но, опять же, если мы говорим про то, как повысить качество, реалистичность картинки, то вариант с этими стройками подойдет. Я бы теперь без утрирования убрала бы настройку насыщенности. Ну, возможно, бы оставила точку черного. И резкость бы все-таки чуть-чуть опустила бы. Смотрим. До. После. Нажимаем «Готово». И смотрим, что получилось. Ну, давайте для примера возьмем фотографию. Нажмем «Править». И также поднимем... Я думаю, что здесь мы будем поднимать только резкость. Да. До. После. Не знаю, насколько это уловимо сейчас через экран, но фотка становится как будто чуть более приближенная к такой реальности, к жизни. Как будто бы ощущение появляется, что ее можно потрогать. Какая-то такая история. Второй момент обработки контента касается конкретно видео. Дело в том, что если вы видео контента обрабатываете в редакторе до того, как вы его постите, то важно сохранять исходное качество видео при сохранении. Сейчас объясню. Если вы снимали видео, например, в 1080p и загружаете его, например, в InShot, CapCut или Vn для редактирования, то при сохранении вам важно оставлять те же самые настройки. Например, если это было 1080p, то оставляйте 1080p. Было 60 кадров в секунду, оставьте 60 кадров в секунду. Не нужно его повышать, потому что оно искусственно таким образом через мобильные приложения не повысится. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. И, кстати, спасибо большое за ваши лайки и комментарии. Они сильно помогают мне продвигаться. Я приближаюсь к 1000 подписчиков. Скоро она случится и скоро нас станет с вами больше. Прощаюсь с вами до нового видео. Я сейчас их выпускаю два раза в неделю, по среду и воскресеньям, поэтому ждать осталось недолго. С вами была Юлия Месс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok